Всем доброго времени суток, вы на канале я-видеограф. Сегодня мы поговорим о таком атрибуте видеофайла, как RealNo. То есть что за атрибут? Вот в этой узкой полосе вы можете нажать правой кнопкой, и появляются все атрибуты видеофайлов. То есть среди них есть вот такое значение RealNo. Для чего оно нужно и на что оно влияет? Об этом сегодняшний урок. Итак, давайте перенесем несколько файлов с видеокамеры GH5S. В Бен значение RealNo у них есть. Оно свое. То есть они, все значения RealNo, они между собой различны. Выделяем, допустим, файлы Panasonic, правая кнопка и синхронизировать по тайм-коду или по рек-тайму, без разницы. Любой вариант синхронизации со значением RealNo, с идентичным значением RealNo у нас приводит к тому, что все файлы размещаются на одном видеотреке. Но если у нас все значения RealNo различны, допустим, я выделю несколько файлов, правая кнопка и синхронизация, тайм-код, окей. То есть все файлы после синхронизации размещаются на новой дорожке. Каким образом сделать так, чтобы данные, вот эти, те же самые пять файлов, разместились у нас после синхронизации на одной дорожке? Я выделяю файлы, либо мы можем изменять значение RealNo пакетно, либо изменять значение у каждого файла. Либо я выделяю три файла сразу, жму на карандаш и ввожу ноль. То есть я могу пакетно изменять значение RealNo. И теперь я беру те же самые пять файлов, которые синхронизировались на разных дорожках, и синхронизирую их снова уже с новым значением RealNo. Синхронизация прошла в одном треке, и нас это очень радует. Также мы можем присвоить значение RealNo тем файлам, в которых его нет. А теперь давайте поговорим о том, для чего необходимо значение RealNo. Допустим, вы хотите синхронизировать сразу три камеры. И когда вы перенесёте все три камеры, допустим, Panasonic, у вас все три камеры Panasonic, и у них нет значения RealNo. Но вы хотите всё синхронизировать одним разом, и... Двойку. Выделяйте все файлы второй камеры, жмёте на карандашик справа, задаёте им значение. Отличное от первой. То есть тройка пусть будет. И выделяйте все остальные файлы, допустим, с третьей камеры, и жмёте на карандашик справа, задаёте им значение 4. А теперь самое важное. В сентябре у нас появится синхронизация... RealNo 2 находится на первой дорожке. Все файлы со значением RealNo 3 находятся на второй дорожке. И все файлы со значением RealNo 4 находятся на третьей дорожке.